Всем привет. Меня зовут Бруно. Я руководитель воспитания качества в НЭДГУ. И сегодня я бы хотел поговорить о преступлениях против тестопригодности. И если существует какие-то преступления против тестопригодности, наверное, вы спрашиваете, а совершал я такие преступления? Да, конечно, я сам виновен, я тоже совершил как минимум несколько таких преступлений против тестопригодности. И ключевой момент, которым я хотел здесь поделиться, это то, что ошибки, это нормально. Если только вы учитесь на этих ошибках, если вы не повторяете их, и те же самые ошибки снова и снова, тогда уже какая-то проблема. И именно об этом я хотел поговорить сегодня. Я хотел поделиться своей историей, историей о том, как я узнал о тестопригодности и к чему это привело. Тестопригодность – это возможность протестировать или недавно я слышал, что это назвали снижение трения при тестировании. Предположение состоит в том, что если тестопригодность высокая, то тестировать проще и можно найти дефекты гораздо быстрее и дешевле. И в итоге можно произвести хорошее программное обеспечение. Первое, что я хотел бы сказать, когда я начал работать в обеспечении качества, я начал работать как молодой специалист, и я ничего не знал о программном обеспечении, о тестировании, ничего не знал, и многому пришлось научиться. Поэтому я начал учиться, что такое браузеры, что такое Jiro, как работают дефекты, что это вообще такое. То есть ему пришлось научиться с самого начала, с нуля. И это называется субъективная тестопригодность. То есть для меня лично в определенном проекте было очень сложно сначала проводить тестирование. Но когда я научился, когда я узнал какие-то знания, тестопригодность увеличилась субъективная. И сейчас я полагаю, что тестирование мобильных приложений гораздо сложнее, по крайней мере для меня, чем тестирование веб-приложений. И это просто потому, что у меня гораздо больше опыта в тестировании веб-приложений. То есть это субъективная вещь. Но это достаточно важно. Второй момент. Возвращаемся к моей истории. Я тестировал, когда я проводил тестирование, мой тестирование стояло из трех этапов. Первый этап – это иноизначальная форма. То есть когда нужно пополнить какую-то форму там имя, домашний адрес и так далее и тому подобное. Второе. Открывается какая-то динамическая страница, динамические данные. Там различные опции и их нужно выбирать. То есть вы видите какую-то цену, выбираете цену, к примеру. И третий этап и заключительный этап – это финальный платеж. То есть когда клиент предоставляет свои контактные данные и платит за продукт, который он выбрал. И все было хорошо до того момента, пока я тестировал только первый этап, то есть личные данные, выпадающие из списка и оплата. Но затем, когда я перешел ко второму и третьему этапу, вот тогда я примерно вот так постоянно заполнял формулу, достаточно быстро уже научился выполнять. Я делал это с клавиатуры. В какой-то момент научился с клавиатуры вообще запускать эту формулу, чтобы просто ускорить свое тестирование. Через какое-то время я понял, что это относится к доступности. И иногда, если форма не открывается с клавиатуры, то я это поднимал как вопрос доступности. Но основном это вопрос тестопригодности. Я тестировал, тестировал, тестировал. И затем коллега из караманд разработки ко мне подошел, присел и засмеялся. Говорит, ну что ж, Бруно, а почему ты не автоматизировал этот процесс? Почему ты не использовал никакие плагины из браузера, какие-то астонатические заполнялки, форм? И я просто не знал, что такие формы существуют. И он мне сказал, что вот смотри, можно вот так это сохранить, как закладку, вот здесь вот наверху. И тогда я научился, как можно ускорить мое тестирование. То есть, мою форму, целую форму можно запомнить одним кликом, то есть за одну секунду это был значительный прорыв в моем тестировании, потому что это значительно ускорило всю мою процедуру тестирования. И это называется тестопригодность, относящаяся к проекту. Здесь никакого чуда нет, правильно? Ни я, ни разработчик не изобрели ничего нового, просто два человека поделились друг с другом опытом, поделились своими знаниями. И это ключевой момент. Команда должна сотрудничать. Конечно же, еще есть тестопригодность, относящаяся к проекту. Здесь гораздо больше всего, например, управление изменениями, это управление изменениями в приложениями, это должно контролироваться невнезапно, доступность информации, то есть вся информация должна быть доступна для всей команды и инструменты должны быть доступны, то есть у всей команды должен быть доступ ко всем необходимым инструментам, доступность каждого элемента тестирования, то есть я предполагаю, если вам нужно это тестировать, то нужно, чтобы это было доступно. Песочная песочница или сэндбокс иногда, конечно, хорошо тестировать на продакшене, уже когда система вышла в продакшен, но не всегда. Иногда будет не очень хорошо, если вы будете постоянно волноваться, будут ли реальные пользовательские данные загружаться, а вы это не проверили, может быть, они не смогут зарегистрироваться, и уже это нельзя проверить, если уже программа вышла в продакшен. То есть все тестирования нужно сделать заранее. И время, конечно же, давление с точки зрения времени иногда ограничено. Следующий пункт, о котором я хотел поговорить, это как я узнал о пользовательской истории, называется OG Image, изображение OG. Я не знал, что это такое, это было что-то абсолютно новое для меня, и разработчик мне сказал, посмотри на HTML, там есть OG Image, и нужно проверять, открывается ли изображение, то есть правильно ли приводит дорожка к изображению. Я подумал, может быть, там что-то еще есть, а зачем вообще нам нужно этого HTML. И, конечно, и так я узнал о том, что вот эти изображения, которые мы видим на Фейсбуке, или в Твиттере, или в любом других социальных СМИ, изображения приходят через дорожку, то есть Image Pad. И я бы не смог делать тестирование необходимое. Опять же, я как бы усовершенствовал свои знания здесь, и это называется тестопригодность на основе ценности. То есть, понимаете ли вы ценность, нужность того теста, который вы проводите, над которым вы сейчас работаете, насколько это важно для пользователя, для клиента. Зачем это нужно? Тестопригодность с точки зрения ценности. Опять же, это не чудо. Я просто кликнул в Google Search, в поиске в Google и понял, что это такое. И здесь я ничего не изобрел, просто я узнал, что это такое. И теперь мое тестирование было не только основано на тикете, а на общем изображении. Это то же самое, что если бы мы описали дом вот таким образом. Это набор строительных материалов, собранных в соответствии с проектом дома. Это пример, который дал Кем Карнер. И нам это ничего не говорит о том, что такое дом на самом деле. Гораздо лучше перефразировать таким образом. Дом – это то место, где живут люди. И сразу же становится понятно, зачем вообще нужен дом и зачем его строить. И опять же, вы меня слушаете, наверное, вы сами себе задаете вопрос. Эй, Бруно, вы говорите о чем-то таком легком. Как же стабильность? Когда я говорю о стабильности, то я все время думаю о программе, о коде. Это внутренняя тестопригодность продукта. То есть это очень важно. И мы дифференцируем тестопригодность на внутреннюю и внешнюю, то есть контекст приложения и само по себе приложение. Пример, о котором я вам говорил. Вот эти вот трехэтапный тест. Я узнал о том, что есть журналы. Можно сделать фичу журналов и смотреть, как работают эти журналы. Но когда я об этом узнал, я постарался посмотреть, как работают эти логи, журналы. Но что случилось? Я получил ошибку 4.01. У меня не было достаточно прав. Это такой пример, который показывает нам, что прекрасная программа, может быть, которая будет очень тестопригодна. Она будет прекрасно написана, с прекрасным кодом, с прекрасной программой. Но мы провалим тестопригодность в отношении проекта. Она не будет очень тестируемой. И поэтому я думаю, что внешняя тестопригодность очень важна. И, конечно же, если вы хотите сделать программу или код, который будет очень тестопригоден, вам нужно сказать тестировщикам следующее. Коплинг, кохизион, реданданси, энкапсюлэйшн. Гораздо легче понять, что это такое на практике. Но я думаю, что потребуется отдельная презентация для того, чтобы это все объяснить. Если мы говорим о программе, о коде, то что еще я хотел бы подчеркнуть, так это автоматизируемость. Ваше приложение, ваша программа автоматизируется и легко ли она автоматизируется? Тестопригодное приложение не всегда автоматизируемое или легко автоматизируемое. И иногда мы путаем вот эти два термина. Мы фокусируемся только на автоматизации. Проведу пример. Самый простой пример, который можно привести. Может быть, приложение, которое мы делаем автоматизацию, мы выбираем вирусные элементы по ID или какие-то плюсы или какие-то атрибуты, которые будут означать, что этот элемент легко поддерживать, обслуживать и автоматизировать все больше и больше, вместо того, чтобы делать такую экспат. И ее будет сложнее поддерживать и сложнее с ней работать. И сейчас, наверное, вы думаете, много чего нужно принять во внимание здесь и все вместе это сделать сложно. Я бы хотела поделиться этой цитатой. Если вы… Это правило гост бойскаутов и ему среду все бойскауты, оно говорит о следующем. Роберт Бардон Паул его изобрел. Это руководитель организации бойскаутов Великобритании. И это относится к кемпингу. То есть, когда вы пришли на кемпинг в какое-то место, то нужно после себя это место ставить лучше, чем оно выглядело до вас, то есть чище, чем оно было до вас. И это можно применить и к автоматизации, и к программированию. То есть, не обязательно весь код и всю программу менять. Можно будет чуть-чуть менять, но нужно сделать ее лучше. То есть, после вашего присутствия она должна стать лучше, чем была до вас. И если вы добавите какое-то небольшое изменение, может быть, оно станет лучше. И это уже будет хорошо. На моем проекте я это тоже сделал и чему я научился. И последний момент по поводу тестопригодности, о котором я хотел поговорить. Это эпистемическая тестопригодность. Иногда это называется разрыв между тем, что мы уже знаем, между тем, что мы хотим знать о программ обеспечения, которую мы тестируем. Итак, например, если проводить тестирование, то мы узнаем гораздо больше. И в конце разработки, естественно, у нас будет гораздо больше знаний, чем в начале. И при другом сценарии мы доведем тестирование до последней фазы и разрыв будет больше. Но с другой стороны, есть разные стандарты качества. Конечно же, если мы тестируем какой-то критический сценарий, какое-то программ обеспечения, которое важно для жизни, а куда определяет жизнь, то гораздо нужно больше привести тестирование. И здесь разрыв будет изначально больше, чем в конце. О чем я сейчас говорил? Это субъективная тестопригодность. То есть, насколько легко или сложно вам тестировать определенное оборудование или программ обеспечение. Тестопригодность в отношении проекта. То есть, насколько мы хорошо управляем проектом. Проектная команда имеет ли доступ к инструментам, которые нужны. Тестопригодность на основе ценности. То есть, вы понимаете ли вы ценность и значимость того теста, который вы проводите. Осознаете ли вы ценность той фичи и того свойства, которое вы тестируете. Внутренняя тестопригодность. То есть, контекст очень важен, конечно же, но нельзя забывать о самой программе, о самом коде. Она должна быть тестируема также. И эпистемическая тестопригодность. То есть, насколько стандарты качества здесь внедрены и реализуются. И чтобы все это суммировать, есть такой термин практическая тестопригодность. Дженс Бах изобрел этот термин. Кстати, есть хорошая статья, которую он написал. Это, собственно, в основном то, что я, хотим, поделился. И последний момент. Есть парадокт тестопригодности. Если есть какое-то приложение, которое будет очень тестопригодно, то вам хочется все больше и больше его тестировать. Вас это прям манит. И я хотел сказать, что важно знать, что когда завершить тестирование, тоже важно знать, когда остановить все-таки с тестами. Если приложение очень тестопригодно, это не значит, что его нужно тестировать абсолютно все сценарии и тестировать его до бесконечности. И в завершение я бы хотел призвать вас к действию. Давайте подумаем обо всех этих элементах тестопригодности. Выберем один элемент тестопригодности и подумаем о продукте, над которым вы сейчас работаете. И постарайтесь найти одно, всего одно улучшение в проекте, которое относится к любому из этих элементов тестопригодности. И я гарантирую, что если вы постараетесь это сделать, если, допустим, вы можете что-то улучшить по приложению, если вы добавите какой-то важный тест, который можно сделать, но пока он не сделан, если вы постараетесь улучшить свои знания, если вы позовете разработчиков и они вам чем-то помогут, я вам гарантирую, что это улучшит процесс в будущем и это будет очень полезно для вас и для вашей проектной команды. Спасибо вам большое за то, что слушали мою презентацию. Спасибо большое, очень интересная презентация. Есть ли вопросы? Можете вопросы и на русском задавать, у меня здесь есть устройство перевода. Я бы хотела спросить, как оценить тестопригодность фичи или программы? Все эти уровни могут быть применимы в одной программе, достижимо ли это? Я думаю, что всегда есть чему стремиться, нет предела совершенству, то есть верхнего уровня тестопригодность не существует и всегда можно тестировать больше и больше внутренние тестопригодности. Я думаю, что самое важное, мое мнение, это стараться улучшить и непрерывно улучшать. И улучшать, улучшать, улучшать. Да, но одно улучшение за раз и все, дальше, дальше, дальше. Хорошо, спасибо. Спасибо. Далее вопросов? я думаю что это зависит от фазы проекта над который вы сейчас работаете но тот который ближе всего висит к земле наверное это то это пригодность ценности то есть значимость тестирования которые вы проводите нужно всегда понимать в чем цены в чем значимость продукта которых тестируете и в чем значимость того теста которые вы проводите. Самое сложное, то есть фурк, который висит дальше всего, а это тоже, конечно же, нужно делать, и это, наверное, потребует целой презентации, если говорить об этом подробно, это внутренняя тестопригодность. Я надеюсь, ты отвечаешь на наш вопрос. У нас у меня осталось времени на вопрос.